Николай Мойсов чуть ли не единственный предприниматель в зале, работа которого построена законным образом. Девиз руководства адлерского отеля «Илиада» – заплати налоги и спи спокойно. А бояться бумажной волокиты уж точно не стоит, советует коллега Николай. Это наоборот, это как раз не страшно. Если у тебя все сделано по закону, все верно, ты уже не боишься, потому что когда проверка тебя штрафует. Для чего? Хочется сделать, чтобы быть достойным предприятием и все-таки быть примером. Сочи – единственный из 44 муниципалитетов края, где совещания на тему неофициальной занятости проводятся еженедельно. Такая необходимость на курорте возникает из-за недобросовестных предпринимателей, достучаться до которых власти города пытаются несколько месяцев подряд. Контрольно-ревизионные комиссии города регулярно выявляют работодатели, не заключивших трудовые договоры со своими работниками. Такая серая схема работы, отмечает Анатолий Пахомов, не просто укрытие от уплаты налогов, но и лишение граждан достойной старости. Пример тому – 41 тысяча осочинских пенсионеров, пенсия которых сегодня составляет менее 10 тысяч рублей. Не любой же ценой зарабатывать деньги. И сегодня мы очередной раз на заседание комиссии пригласили предпринимателей, у которых мониторинг выявил опять неформальную занятость. Опять же эти слова мы находим непонятны для людей. Мы выявили мошенников, Ирина Васильевна, мошенников, которые людей обманывают, и которые делают их нищими в старость. Вот кого мы выявили. Как показывает практика, пробуждать совесть у таких бизнесменов – дело неблагодарное. Нарушителей трудового законодательства по закону нужно наказывать, подчеркивает глава Сочи. Делать предупреждение трудноинспекция больше не будет. На каждого работодателя, который выдает зарплату в конвертах, на месте будут составлять протоколы. Это административное нарушение предусматривает штраф на сумму 120 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника. 40 работодателей, а вернее правонарушителей по данной схеме уже штрафованы. Вещи нужно называть своими именами и жесточайшим образом. Сегодня штрафы, в следующий раз надо прокуратуру подключать, в следующий раз судить. На сегодняшний день трудовые ресурсы Сочи составляют 327 тысяч человек. Официально же в Сочи прописано 513 тысяч граждан. Из них 75 тысяч трудоспособных сочинцев работают в теневом бизнесе. Горе предприниматели сегодня поставили в известность, что время профилактической работы закончилось. Выхода два – либо выйти из тени, либо отвечать перед законом по полной программе. Ольга Десятого, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.